Друзья, 10 лет назад, случайно совершенно, получился такой интересный проект. В социальных сетях мы запустили мировой краудсорсинговый эксперимент, наверное, первый в истории краудсорсинговый научный эксперимент по изучению неких закономерностей судьбы. Мы не ожидали такого интереса. К нашему обсуждению, к нашей дискуссии присоединилось на шести языках более 300 тысяч человек. Из Индии, из Африки, из Китая, из Европы, из Америки, из Латинской Америки, из Австралии. Люди присылали те заповеди, какие-то наблюдения о том, как устроен этот мир, те наблюдения, которые они считали нужно знать любому человеку. Три года шло обсуждение, краудсорсинговая панель. Люди присылали законы, по которым жили их предки, закономерности, которые они выявили в этой жизни. И через три года после этого обсуждения, присылания истории, подтверждений, споров мы обратились к этим участникам эксперимента с просьбой просмотреть те тысячи закономерностей, законов, заповедей, которые они прислали и выбрать из них те, которые они считают, должны соблюдать все люди на Земле, независимо от религии, возраста, веры, профессии, языка. И вы знаете, у нас 54 закона всплыли, как пробка в воде. За какие-то законы, закономерности, заповеди проголосовали, там, тысяча, пять тысяч, десять тысяч, а за какие-то сто тысяч, сто пятьдесят тысяч, двести тысяч человек, за какие-то почти все. Что мы сделали? Мы взяли эти закономерности и законы и переформулировали их. Не знаю, как вы, но я не люблю книги, в которых мне говорят, что так не делай, так делай, так нужно, ты должен. Я сам приму решение, я думаю, вы так же. И мы переформулировали эти законы, знаете, в таком формате, типа, похоже, друзья, мир устроен вот так, и полезно это знать. И первое, что я сделал с этими законами, я пошел к представителям четырех основных мировых религий, помня о том, что в мире всего 12% атеистов. Что такое атеист с точки зрения мировоззрения? Это человек, который принимает на себя ответственность за собственную судьбу. Все остальные с кем-то делят. С высшим разумом, с другими людьми, с даты рождения, с тем, как сложились звезды. А вот атеист — это тот, кто принимает на себя ответственность за собственную судьбу, считает, что он сам управляет своей жизнью. Но, тем не менее, мы пошли к людям, которые хорошо разбираются в религиозных текстах, и сначала пришли к представителям мусульманства, к людям, кто переводил Коран. И наши друзья, специалисты в области Корана сказали, так мы все эти законы найдем в Коране, и дали мне ссылки. Потом пошли к представителям христианства, к специалистам, кто очень хорошо знает Ветхий и Новый Завет в разных вариантах. И оказалось, все эти законы есть в Библии. Потом мы пошли к представителям евдейства, и оказалось, что эти законы есть в Талмуде, в Сторе, в Кабале. Потом мы пошли к представителям восточных религий, и оказалось, что там тоже есть эти законы. Оказалось, эти 54 закона, они связывают нас, людей всей Земли, независимо от религии, возраста. Потом мы пошли к специалистам точных наук, разных наук, Физики, математики, генетики, химии, искусствоведения, истории. И оказалось, что они тоже эти закономерности в мире выявили. Физик сказал, что это закон сохранения, а историк сказал, что потому Наполеон и проиграл Ватерлоу, что нарушил эти законы. Так появилась книжка Carmologic. Мы не ожидали успеха этой книги, такого успеха. Она переводится на 10 языков, написано 8 часов в собственной музыке по этим законам. Готовятся тренера, мастера, практики, уже 84 тренера, проходят онлайн-курсы, создаётся виртуальная реальность даже вокруг этой книги. Целые путешествия по изучению законов судьбы в рамках проекта Carmo Travel. И тут стало ясно, что эти законы можно переложить для детей. И появилась книжка Кармашкина, приключения в Кармашкина. Мы собираемся даже мультик снимать по этой книге. Те же самые 54 закона детки изучают в историях, в которые попадают персонажи этой замечательной книжки. Животные, люди. Знаете, такой а-ля Простоквашина, наверное, такой стилистики Успенского, гениального нашего детского писателя. И детки читают вместе с героями этой книги, попадают в разные истории, и в конце каждой истории они делают вывод, соответствующий одного из этих законов. Понимая, как устроен этот мир, понимая, как сделать так, чтобы не было неравновесных энергетических состояний, понимая, как не ожидать от этого мира больше, чем этот мир может тебе дать. Принимая на себя ответственность за собственную судьбу. И вот эта ответственность, вот то, что ребенок вдруг понимает, что от того, как он ведет себя, зависит его судьба. От того, как он реагирует, как он смотрит на других людей, как он относится к другим людям, как он взаимодействует с энергетиками этого мира. Зависит его судьба, его счастье, отношение к нему. Друзья, это будет очень полезно, если ваши детки с самого детства. Те, кто не умеют читать, вы им прочитаете. Те, кто умеют читать, будут по этой книжке учиться читать с самого детства. Освоят вот эти закономерности, правила, по которым нужно устраивать свою жизнь. Пусть они тоже принимают ответственную собственную судьбу, им будет намного проще жить. Они будут гармоничнее, они будут ответственнее, они смогут выстроить свою судьбу. Удачи вам!